Давай, Людчик, всё. Дорогой сыночка, наш дорогой сыночка, мы с всей семьёй, ну правда, Соня рядом нету, но она попозже присоединится, мы поздравляем тебя с твоим юбилеем! С днём рождения! С 25-летием, сыночек! Ты прожил четверть века. А когда вы его делаете? 20 декабря. А какого завтра? Да что ж вы, какие тупые, блин! Это как будто 20-й? Завтра твой день рождения, поздравляем тебя! Да, Ирина. Сегодня твой день рождения, поздравляем тебя с днём! Сыночка, поздравляем тебя! Ты что-то нас не предупредил! А можно было понять, догадаться? Нет! Давай по-новой, ну? Нет, он всё это вырежет, мы по-новой. Три-четыре. Дорогой сыночек! Хэппи бёздэй ту-ю! Хэппи бёздэй ту-ю! Хэппи бёздэй с днём, Даня! Хэппи бёздэй ту-ю! Хэппи бёздэй ту-ю! Дорогой сыночка! Вот такой мы ширины, вот такой мы у жены, вот такой не жены, каравай, каравай, кого хочешь выбирай! Мы тебя любим, сыночек! Сыночек, будь здоров, будь счастлив, береги себя, помни, что ты у мамочки единственный сыночка, поэтому ты должен себя беречь каждую минуту. Единственный внучок у нас, да. Так что вот так, сыночка. Всего самого тебе хорошего, главное, чтобы ты, помимо того, чтобы ты был здоров и счастлив, ставил высокие цели. Я вот слушала интервью Малышевой, у неё есть манифест по воспитанию детей. Она сказала, самое главное, чтобы дети умели трудиться, это самое главное. Второе, чтобы ваши дети ставили в себе высокие цели, чтобы не копейничали где-то вот как-то вот, ну, по крохам, а ставили себе большие цели. Спасать человечество, снимать фильмы, я не знаю. В принципе, не стремя, а с деньгами. Да, да, да. Деньги придут сами собой. Главное, чтобы ты занимался любимым делом, чтобы оно приносило тебе удовольствие. Как сказал один из великих, если вы всю жизнь будете заниматься любимым делом, вы всю жизнь не будете работать. Потому что это не работа, это удовольствие. И третий манифест Малышевой, я почему говорю, потому что я присоединюсь к её словам. Это дайте своим детям самое наилучшее образование, которое ваша семья может ему позволить. Ну вот мы с папой считаем, что мы, в общем-то, ну что могли тебе дали, школу, музыкалку, институт, хоть ты и считаешь, что он тебе не пригодился, а я считаю, что он тебе ещё больше пригодится в будущем. Так что, сыночек, всех благ к тебе, благ к тебе, творческих успехов, не зарабатывайся в столах, мы тебя любим, мы тебя любим. Ждём тебя с нетерпением. Оператор от Бога называется. Оператор от Бога? А что, ты плохо снял? А тебе нормально. Поздравь. На, поздравь. Можи к деду-то обставать. Поздравь. Ну, с днём рождения, Даня, желаю тебе самого лучшего и чтобы всё нормально было в жизни. Хорошо. Спасибо, сынок, до встречи. Мы присоединяемся. Ну, давай. За тебя. Вот символическая точка поздравления. Ну и дед, как обычно, говорит, чтобы ты скакал, как конь. Трёх педаль. Да. Данюша, отдельно хочу тебя поздравить в своём кабинете, в котором я работаю, тружусь, творю. Ты знаешь прекрасный этот кабинет, ты знаешь, чем я занимаюсь. Вот этот кабинет мне приносит огромное удовольствие. Отпрудиться в нём. Доставлять людям удовольствие, радость, счастье. За небольшие деньги. Но эти небольшие деньги приносят большое подспорье нашей семье. Вот и я хочу, чтобы ты нашёл себя в жизни, в творчестве, таким образом, чтобы ты работал в удовольствие, на радость людям. Не думая о деньгах, деньги сами в себе придут к тебе. Придут. Они придут компенсацией за твой труд. За твой труд, уважение и популярность благодарных зрителей, читателей, почитателей, поклонников твоего таланта. Твоего таланта, талант в землю не зарывай. А если зарыл, откопай срочно и пусти в оборот. Ты знаешь, что такое пустить талант в оборот. Всех благ тебе донёшь. Вот, Даня, комната твоей сестры, Сони. Её ещё нет, она на занятиях задерживается. Но я думаю, что она тебя поздравит по телефону сегодня же. От её лица я поздравляю тебя с днём рождения. Она тебя сама поздравит. А, полотенце, да, полотенце. Открываю шкаф, значит, беру полотенце, закрываю шкаф, прихожу в ванную и говорю. Гена, помнишь, ты просил меня предмет, блядь, долго он догадается, парла догадается. Надо сказать, Гена, вот то самое полотенце, которое... Почему самое предмет? Гена, когда ты мне сказал принести... Я по... Нет, нет, надо сказать проще, как-то просто. А, надо сказать... Гена, вот твоё полотенце, вот. Нет, надо не так сказать, надо ещё проще сказать. Гена, возьми. Нет, не возьми. Надо сказать, Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Даня, на. Субтитры подогнал «Симон»